Продолжение следует... 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 Восприятие вашего видео То есть если вы таких кадров Умножите там в течение Трех минут 5-6-7 кадров каких-то Сделайте необычных, которые Не снимал никто И до этого не было Таких кадров, ни у одного Видеографа, да, клиент уже Может позитивно Взглянуть на весь ваш видеоряд Последующий, даже если там Уже не будет Этих необычных кадров То есть вот именно в начале Вы сами понимаете Когда создаются тизеры К фильмам Трейлеры к фильмам То первые несколько секунд Они должны захватывать Где-то В одном из видео, когда я Собирал клип, блочная Сборка клипа, я не помню уже Я говорил об этом или нет Я тоже говорю о том, что Когда вы собираете Клипы Начало и конец Должны состоять Из захватывающих кадров Из очень интересных кадров Соответственно, чтобы это Сопровождалось какой-то Интересной музыкой То есть начало Секунд 7-8 и конец Должны быть очень интересными Соответственно, чтобы поддержать Интерес к клипу Вы должны в промежутках Равномерно распределить Количество Интересных кадров Интересных кадров Чтобы не только Начало и конец Было интересно Интересных клипе Но и чтобы На протяжении всего клипа Местами где-то Мелькали красивые Необычные кадры Тогда в общем От клипа Вы получите Положительное впечатление Ну, от любого человека Вот Если вы насоберете В клипе В начале В конце И где-то в промежутках Несколько Интересных Красивых кадров Вот А Понятно, что Каждый кадр Сделать необычным Это Большой ресурс На это нужно Много времени Много света Много знаний И так далее И так далее И так далее Но Если вы занимаетесь Этим делом Уже Очень давно И у вас Вы перед каждой Съемкой Ставите себе Задачу Наснимать Там Каких-то Необычных кадров Хотя бы На 3 минуты Да То есть Многие Операторы Здесь В Дагестане Топовые Да Они Делают акцент Не на самой свадьбе Не на съемку С самой свадьбы А на съемку Клипа Да То есть Они За весь день Все свои ресурсы Тратят на съемку Какого-то Красивого Необычного Клипа А свадьбу Снимают Как бы Другие люди Да Ну тоже Их операторы Но Уже Без Самого Главного Оператора Они решают Этот вопрос Сами Вот Поэтому Я понимаю Когда мы Говорим О Необычных Съемках Самого Клипа Это Возможно И Это Благоприятно Будет действовать На Ваше Портфолио На Ваша Узнаваемость На Ваши Социальные Сети И так Далее И так Далее И так Далее То есть Необычные Кадры Они нравятся Всем Никто Здесь Против Ничего Не скажет Ваалейкум Салам Всем То есть За клип И необычность Клипа Я только За Но Сегодня Мы с вами Поговорим О съемках О необычных Съемках Самой Свадьбы Непредсказуемых Съемках Самой Свадьбы Что Вообще Можно Понимать Под Словом Непредсказуемые Съемки Самой Свадьбы Вчера Мне в Комментариях Мой Знакомый Из Белоруссии Написал Что Ты Делаешь Слишком Все Правильно Я имею Ввиду По Книге Кулешова Я Монтирую В соответствии С Десятью Принципами Монтажа Ну плюс Еще Какие-то Там Знания Но опять же Это все Книжные Знания Которые Позволяют Тебе Делать Гармоничный Видеоряд То есть Все эти Правила Принципы Монтажа Они Придуманы Для того Чтобы Человек Не напрягаясь Воспринимал Видеоряд И Чтобы В его Голове Не Возникало Лишних Вопросов При Просмотре Видеоряда Да Валейкум Салам Али Гаджи Вот И Когда Мы Строим Видео Снимаем И Монтируем По Какой-то Книге По Какому-то Учебнику Получается Вы Не Преднамеренно Получаете Обычную Съемку Но Для Многих Даже Это Обычная Съемка Это Большое Дело Потому Что Я Засвою Ну Засвою Такой Большой Опыт Съемки И Монтажа Да Я Вижу Что Я Вижу Очень Много Разного Видеоматериала Да Очень Много С точки Зрения Монтажа С точки Зрения Съемки Очень Много Брака Несоответствия И так Далее И так Далее То Если Даже Не Смотреть Не Цепляться К Принципам Монтажа Да И смотреть Чью-то Работу То В голове Хочешь Ты того Или нет Создаются Задаются Вопросы Да Вот Допустим Вчера Человек Кадрировал Вот Сейчас Я вам покажу Вот так Да Вот так Представьте Если Вот это же Необычная Съемка Да Я вот так Буду записывать Вам все Блоги Тогда Что Скажут Люди Люди Скажут Ты Ничего Не понимаешь В видео Вот А я могу Сказать Что это Я так Вижу Да Как Творческий Человек И я могу Сказать Ну Это Мое Необычное Видео Я могу Вот Так Подавать Видео Потому что Она Смотрится Нестандартно Да Или 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 Вот Допустим Я Вот Так Буду Вам Видео Записывать Нестандартно Нестандартно Необычно Да Необычно Ну Могу Вот так Записывать Да И вы Будете Постоянно Хотеть Увидеть Мой Второй Глаз А я Вам Буду Его Постоянно Не Показывать И Я могу Либо Заглядывать Туда Ну Оставлять Напряжение В кадре Да И тогда Вы будете Сматриваться В мой Один Тогда Вы Можете Уже Полностью Отвлечься От Видео И Слушать Только Звук Потому Что Уже В Видео Как Такого Зацепа Нету То Есть Обычный Человек Цепляется Когда Видит Глаза Другого Человека То Есть Мы Можем Необычное Видео Создать Необычными Ракурсами Необычным Подходом И так Далее Но Так Ле Это Нужно Именно На Свадебной Съемке Что Нужно Плавное Равномерное Правильный Показ Видеоряда Либо Вы Хотите Необычную Съемку В течение Трех Часов И Возможно Ли Это Необычная Съемка Вот Как Вы Себе Представляете Необычную Олег Аджиев Да Поедем Обязательно Как Вы Себе Представляете Необычную Съемку Свадьбы Какие Моменты И В каких Ракурсах Вы Хотели Бы Увидеть Необычную Свадьбу Вот Задайте Себе Этот Вопрос И Ну Можете В комментариях Написать Если У кого-то Есть Ответы На Этот Вопрос Просто Необычная Непредсказуемая Да Свадьба А Вот Как Я Воспринимаю Это Непредсказуемая Свадьба У меня В голову Сразу Идет Не Обычный Хронометраж Свадьбы Который Мы Делаем Да То есть Вход Гостей Дальше Приезд Жениха Невесты Дальше У нас Идет Танец Родителей Тасты Потом Танец Жениха Невесты Разреждание Тарта Прощание Салюты И так далее То есть Это обычная Хронология И когда мы Непрерывно С группой Операторов Показываем Эту Обычную Хронологию То Здесь Не нужно Стремиться К тому Чтобы показать Что-то Необычное Вы можете Показать Многопланово Да Многоплановость Это уже Своего рода Необычно Да То есть Когда вы Вещаете Все Не с помощью Одной Камеры Там С плеча И переходите С одного Ракурса На другой Не выключая Камеру Как это было Раньше Да Сейчас Это делается Немножко Помоднее Да То есть Вы переключаетесь С одной Камеры Крупного Плана На другую Среднего И потом Допустим Переключаетесь На кран Это Необычно С учетом Предыдущих Лет съемки Наших Видеографов Это уже Необычно То есть Раньше Когда все Снимали С одной Камеры В основном В две Камеры То сейчас Снимают В четыре В пять Камер Это уже Необычно Это уже Необычно Другое Дело Хотите Ли вы Видеть Непредсказуемые Съемки На Самой Свадебной Площадке Непредсказуемые Съемки То есть Когда Допустим У нас есть Принципы Монтажа Допустим Вы их знаете Я их знаю Я намеренно Отклоняюсь От принципов Монтажа То есть Я пренебрегаю Восьмеркой Я пренебрегаю Ориентацией Там В пространстве Крупностью Планов То есть Я могу Сразу Там Человек Разговаривает Пожелание Говорит А я Вместо Того Что Там Первый Средний Как обычно Я снимаю Первый Средний План Задний План Отсекаю Чтобы Не отвлекать От говорящего Ну По Идеи По идее Съемки Самой Да Если я хочу Сконцентрировать Внимание На говорящем На говорящем Я придаю ему Более крупный план И Желательно Размою Задний план Чтобы Меня Ничто То есть Зрителя Чтобы Ничто Не отвлекало От Речи Говорящего Вот То есть Я делаю Максимум Чтобы Передать Настроение Происходящего Сюжета На свадьбе Это Правильно Да А теперь Смотрите Это Стандартная Съемка Тастующего По пояс Размытый Задний План Это Стандартная Съемка Необычная Съемка Как Будет Выглядеть Этого Же Момента Человек Будет Говорить Только Я уже Буду Показывать Его Глаз Или Допустим Вот Половину Рта И Чтобы Он Говорил Или Вот Как Я вам Говорил Вот Вот Так То есть Человек Будет Упираться В край кадра Вот Так Допустим Не Вот Так Как Мы Обычно Делаем В сторону Взгляда В сторону Движения У нас Будет Больше Пространства А вот Допустим Человек С микрофоном Говорит Пожелание Вот Так То есть Это Уже Будет Необычное Он Будет В край Кадра Говорит Или С Небольшим Завалом Горизонта Или Допустим Я покажу Вот Эту Часть Как Он Говорит Микрофон Ну Есть У меня Такие Кадры На Одной Съемок Я Снимал Выставку В Ставрополе Там Есть Такие Кадры Снятые На Макро Объектив Такие Съемки Можно Делать Можно Навыпендриваться За Это Время Но Опять же Необычная Съемка Она В Большей Части Постановочная Репортажную Съемку Непрерывную Четырехчасовую Репортажную Съемку Если вам Клиенты Просят Снять И отдать Непрерывный Сюжет Свадебный Банкет То Делать Здесь Необычную Съемку Будет Сложно Да Выдрать Из Этого Материала Или Наснимать Один Оператор Наснимает Какие-то Кадры Необычные Это Возможно Но Снимать Необычное Видео На протяжении Четырех Часов Это Значит Ну Снимать Непредсказуемое Видео На протяжении Четырех Часов Чтобы Человек Смотрящий Не мог Предсказать Да Что у тебя Дальше По плану Идет Я думаю Что Это Можно Только Сделать На На Этапе Монтажа Вот С Необычной Съемкой Связан Даже Связана Даже Не сама Съемка А Связан Монтаж Ну На мой Взгляд Да Допустим Когда Я монтирую Клип Фильм Короткую Короткую Версию Свадьбу Я могу Начать Прямо С банкета То есть С каких-то Слов Необычных На самом Банкете То есть Свадьба У меня Начинается С необычных Слов На самом Банкете Или С пожелания Родителей Потом Я могу Переместиться В дом Жениха И невесты Показать Какой-то Небольшой Сюжет Там Вот Потом Я могу Показать Какой-то Танец Допустим Блок Танцев На Дискотеке Потом Я могу Показать Допустим Как жених С невестой Прогуливаются В парке То есть Я таким Образом Блочно Создаю Непредсказуемую Хронологию Свадьбы То есть Люди Увидят Ее Не в том Порядке Как она Шла На самом Деле Они Увидят Немножко Другой Порядок Это Будет Необычно Это Будет Необычно Но Это Будет Необычно В плане Хронологии И Монтажа Что Касается В плане Необычной Съемки То тут Есть два Варианта На мой взгляд Необычная Съемка И монтаж Это Когда ты Ничего Не знаешь И Когда Человек Монтирующий Твою Свадьбу Тоже Не знает Я имею Ввиду Не знают Принципов Правил Монтажа Когда Операторы Не знают Принципов И правил Монтажа Допустим Операторы Всегда стоят Друг напротив Друга Вот Они Не понимают Что такое Восьмерка Не понимают Что такое Крупный план Что такое Средний план Что такое Всегда снимают На 24 миллиметра Хаотично Перемещаются Как попало То есть Это непредсказуемая Съемка Да Это непредсказуемая Съемка И когда Монтажер Будет делать Непредсказуемые Переходы То есть Не тогда Когда музыка Меняется В такт Там Обычно Обычный вариант Стандартного Монтажа Да Делать Стыки На 2-3 кадра Раньше Чем происходит Бит музыки Да Допустим Есть барабаны Допустим Ты должен Делать переход Не в момент Дупса Да А на 3 кадра Раньше На 3-4 кадра Раньше Либо позже Да Вот Потому что Ну Звук будет Немножко Запаздывать Ну там Такая штука Связана С экспериментами И правильнее Делать Не в момент Бита Чуть раньше То есть Это будет Предсказуемая Предсказуемый Монтаж Когда вы будете Делать переходы Чуть раньше Чем Момент в музыке Да Активный Вот А когда человек Не знает Как делать переходы То он будет делать Их непредсказуемо И он не знает Сколько выдержать кадр Нужно выдержать кадр И как по музыке Сделать правильный Переход Вот И с какого кадра На какой кадр Можно делать Переход Опять-таки То есть Допустим Стоят два Оператора Рядом И оба Снимают Общий план И Монтажер Делает Переход Совершенно Непонятном Месте По музыке И переходит С одного Общего плана На другой Который Стоит рядом Это непредсказуемое Видео Это непредсказуемое Видео То есть Такой глупости Такой глупости Мы не ожидали Да Ну то есть Это В Регионе Где Уровень съемки Высокий Это будет Непредсказуемая Съемка Да То есть Настолько Плохое видео Это будет Непредсказуемая Съемка Я сейчас Монтирую Свадьбу друга 2014 года Там люди Еще Снимали С плеча И для меня Это все Непредсказуемая Съемка То есть Я не знаю Когда он Дернется Снимет ли он Пожелание Или не снимет Я не знаю Вот Настолько Ну это Непредсказуемая Съемка Так ли Она хороша На самом деле В конечном итоге Нет Она не хороша Потому что На самом деле Вы не передаете сюжет Возможно Вы передаете звук Который проходил Потому что Там все снято Почти непрерывно Но вы не передаете сюжет Так как Надо То есть Если вы возьмете Допустим Обычные Голливудские Фильмы Обычные Голливудские Фильмы И посмотрите Как там Делают Стыки И делают Переходы По Музыке Соответственно По музыке По звуку И так далее И так далее То это все Будет соответствовать Именно правильной Съемке Не непредсказуемой Съемке Там все Достаточно Предсказуемо Там непредсказуемый Может быть Сюжет Но съемка Там будет Предсказуема Вот Можете ли вы Удивить Непредсказуемой Съемкой Кого-то Да В течение Там Двух Трех минут Если вы Покажете Там Что-то Непредсказуемое Интересные кадры Финты Монтажные И так далее И так далее Вы его можете Удивить Человека Но если вы Будете Показывать Непредсказуемое Видео В течение Трех Часов Я думаю Что Человек Смотрящий Ваше Непредсказуемое Видео То есть Когда ты Смотришь Непредсказуемое Видео У тебя Всегда В голове Ну Ты задаешь Вопрос А что дальше А что дальше А что дальше А что дальше И от того Что ты Задаешь Себе Эти вопросы Тебя Это видео Начинает Напрягать То есть Видео Которое Заставляет Твой Мозг Работать Да Если вы Делаете Специальный Контент Который С помощью Которого Вы хотите Заинтересовать Человека Это Одно Но Посмотрите Любое Развлекательное Видео А свадебное Видео Она Как раз Таки Входит Сегмент Развлекательного Видео Да Любое Развлекательное Видео На ютубе Посмотрите Какие каналы В топ Выходят Они Не задают Вопросов А не Просто Вам Показывают Какой-то Бред Сюжет Самый Простой Никаких Вопросов Никаких Ответов Вы Просто Видите Картинку Она Хорошая Красивая Насыщенная И Вы Не Задаете Себе Вопросов И Вы Не Пересматриваете Это Видео Потому Что Там Нет Никакой Загадки Нет Никаких Вопросов А Теперь Ответьте На Вопрос Я Вам Задаю Вопрос Мы Смотрим Свадебное Видео Нужно Ли Вам В Течении Трех Часов Непредсказуемая Съемка Которая Будет Постоянно Человека Напрягать Задавать Вопрос Давай Давай Вперед Вот Как В триллерах Допустим Берем Триллеры Допустим Фильмы Какие-то И Сначала Сюжета До Конца Мы Не знаем Там Кто Убийца Да Мы Снимаем Свадьбу Мы Знаем Кто Жених Мы Знаем Кто Невеста Все Знают Кто Смотрит До Того Как Свадьба Начнется Они Все Знают Кто Жених Кто Невеста И Что У Нев Все Получится То Что Свадьба Не Прервется Наполовине Что Жених Не Убежит Допустим Невеста Галушом Танцевать Не Будет Ну Потому Что Мы В Дагестане Находимся То Что Все Будет Чинно Понятно С Хорошим Светом И так Далее И так Далее То Есть Уже Прежде Чем Вы Нажмете Play То Прежде Чем Заказчик Нажмет Play И начнет Снимать Свадьбу Он Знает Что Это Будет Все Предсказуемо Вы Можете Снять Необычные Кадры Но Сюжет В целом Он Будет Непредсказуемо В смысле Сюжет В целом Он Будет Предсказуемо Потому Что Это Свадьба Оно Так И Проходит У нас Нет Задачи Снять Какой-то Сюжет С Иным Концом Да Свадебный Сюжет С иным Концом Да Я Иногда Я Подумывал Завязку Какую-то К свадьбе Снять Что Вначале Ну Типа Из-под Двери Ну Из-под Щели Между Дверью Да Снять Как Жених С невестой Ругаются Ну Просто Прикол Да Такой Жених С невестой Ругаются Ну Не Изначай Типа Я снимаю Потом Ухлопает Дверью И уходит Да Это Типа Начало Клипа Да Ну Завязка Интересно Будет Да Интересно Но Три часа Короче Работать С актерами На свадьбе Там 600 человек Людей И Придумывать Такие сюжеты Можно Да Можно Раньше Я помню Что Допустим Мы на свадьбе Когда Мы были Более Энергичные Да Мы могли Создавать Сюжеты На самой Свадьбе И Свадьба От этого В целом Она становилась Интереснее То есть Мы могли Придумать Какие-то Мини сюжеты Да И Встраивать И в свадьбу То есть Просить Молодых Что-то Сделать Просить Друзей Куда-то Собраться Что-то Сказать И так далее Мы Таким Образом Ну Вклинивались В сюжет Свадьбы Дорисовывали Его И делали Этот сюжет Немножко Интересным Да Может Снимали Мы точно Так же Все Стандартно Там Крупный Средний Общий План Но Сюжет Сам Мы могли Развивать Ну По своему Настроению В определенный Момент Времени Либо В зале Либо По ходу Допустим Съемки В парке Мы придумали Необычные Сюжеты В зале Могли Могли Придумать Там С родителями Какие-то Необычные Вещи Мы Придумали Очень Много Необычного Мы могли Как бы Строить Но В целом Сюжет Он Оставался Таким Ж Чтобы Сделать Необычную Необычную Нарезку Я думаю Это вы Излишне Если вы Начнете Делать Какие-то Нестандартные Стыки Переходы И если Они будут Не по книге Не по книге Монтажа Соколова Вот То Вы Дополнительно Создадите Визуальную Нагрузку На Человека Который Ну Хочет Просто Посмотреть свадьбу Расслабиться И посмотреть свадьбу Не задавая Никаких вопросов Да Не задавая вопросов Потому что Это развлекательное Видео Оно должно Человека Расслаблять То есть Что нам Нужно Для этого Нам нужен Хороший звук Для этого Хороший звук Нужен Чтоб Человек Расслабился И Хорошее Видеоизображение То есть Насыщенное Чтобы Затягивать Человека Да Потому что Если оно Будет Ненасыщенным И там Не будет Соответствующей Драматургии Да То есть Трагедии Там И так далее И так далее То Ну Человек Тоже устанет Если вы будете Свадьбу Показывать В таких Тусклых Оттенках То человек Ну Это не соответствие Настроения Да То есть Свадьба Это весело А вы показываете Там В блеклых Темных Тонах Да То это Не соответствие Ну Человек Быстро От этого Устанет Если свадьба То это Должно быть Красиво Насыщенно Там И так далее И так далее То есть Здесь В плане Необычных Показов Необычных Склеек Необычного Монтажа Я думаю Здесь В свадебной Съемке Этого делать Не стоит Если Если Хотите Блеснуть Знаниями Необычных Ракурсов Монтажа То Снимите Отдельно Клип Насколько Это Вы Насколько Вы можете Выпиндриться Сделать Что-то Необычное Вы Вот Допустим Несколько Дней Назад Я Смотрел Индийскую Свадьбу Не Индийскую Свадьбу А Индийский Фильм Я не помню Как он Называется Я впервые В индийском Фильме Увидел Маленький Клип Снятый На Лэнсбэби Если кто Не знает Что такое Лэнсбэби Ну Задайте Ютубе Посмотрите На съемке Лэнсбэби Как выглядит Лэнсбэби Ну Сам Объектив Такой Маленький Он Можно купить На любую Камеру Он Недорогой Я Увидел Сюжет Небольшой Песню Да Они там Часто Танцуют Поют И вот Один клип В художественном Фильме Клип Был снят Полностью На Лэнсбэби Это необычно Было Да Я впервые В жизни В Художественном Фильме Увидел Клип Снятый На Лэнсбэби Никогда Я раньше Не видел Еще был момент Я помню Тоже Индийский Фильм Там Очень часто Встречались Кадры На 14 Миллиметров И вот Эта Дисторсия Которую Я иногда Там вижу В свадебных Каких-то Съемках Я впервые Увидел В художественном Фильме Для меня Это тоже Было Необычно Но Это художественный Фильм Там Бюджеты Совсем Другие Но мы На Репортажной Съемке Опять У нас Задача Не Создавать Дополнительную Нагрузку На Мозг Человека Допустим Если Мы Постоянно Будем Крутить Фокус Допустим Если У нас Видео Изображение Будет То в фокусе То не в фокусе Опять То есть Постоянно Мы будем Доводить Фокус Промахиваться И так далее Если Во время Монтажа Мы Эти все Кадры Встроим В видеоряд То Вот это Постоянное Наведение Фокус Расфокус Фокус Расфокус Она будет Создавать Нагрузку На глаз Человеку Он Быстро Устанет То есть Если Вы Постоянно Не попадаете В фокус Человеческий Глаз Он будет Хотеть Фокусироваться А фокуса Там нет На Экране Телевизора И это Будет Дополнительную Нагрузку На глаз Создавать Человек Быстро Устанет От вашего Видео То же Самое Здесь Если Вы Отснимите Материал Непредсказуемый Материал Непредсказуемый Материал Вы Создадите Дополнительную Интеллектуальную Нагрузку На человека Который Смотрит Свадьбу А Хочет Ли Человек Получить Эту Нагрузку То есть Это Уже Смотреть Трехчасовое Видео Это Достаточно Тяжело И Любое Ваше Отклонение От нормы То есть От Правильного Монтажа От Правильной Съемки Любое Отклонение Будет Создавать Дополнительную Нагрузку И без Того Там Сложного Процесса Просмотра Этой Свадьбы Да Поэтому Любое Изменение Любая Непредсказуемая Веть Вы Можете Несколько Кадров Встраивать Необычных Вот Допустим Человек Тост Говорит И тот Же Собачий План Да Допустим Там У кого-то Собачка Есть На свадьбе Ну Обычно На Русских Свадьбах Там Могут Притащить Собачку Там На свадьбу Да Вот Если Вы Сняли Кадр Собачки Как она По центру Зала Вы Можете Встроить В этот Сюжет Дополнительный Нижний План Собачий План Называется Камеру К полу Отпустить И С высоты Собачки Показать Говорящего Тост Допустим Человека Необычный Кадр Да Необычный Кадр Но Если Вы Всю Свадьбу Снимите Собачьим Планом То есть Нижним Планом Необычно Будет Да Но Человек Через Некоторое Время Скажет Че За Херня Мне Неинтересно То есть Обычно Обычное Видео Да Как оно Выглядит Видео С высоты Ваших Глаз Это Обычное Видео То есть Когда Вы приходите На Съемочную Площадку Ну На свадьбу На банкет И так Далее И Вы Показываете Снимаете С монопода От Уровня Глаз И Потом Когда Человек Просматривает Этот Материал Для Него Это Все Выглядит Обычно Потому Что Он Сам Тоже Наблюдает Все От Уровня Своих Глаз То есть Съемка От Уровня Глаз Она Выглядит Обычно Для Него И Его Это Не Напрягает Он Не Задает Вопрос Но Как Только Вы Начинаете Менять Высоту Камеры Это Один Как Б Из Параметров Сделать Что-то Необычное Как Только Вы Начинаете Менять Высоту Вашей Камеры Тут Уже Идет Дополнительная Нагрузка Человек Начинает Задаваться Вопросами А Что Случилось А Почему Так И Так Дали То Когда Вы Наблюдаете Видео От Вы Не Задаете Вопрос Но Как Только Начинаются Ракурсы Интересные Собачьи Планы Верхние Ракурсы И так Далее Это Все Уже Дополнительная Нагрузка Визуальная На Человека Нужно Его Мучить Этим На Свадебной Съемке Я думаю Нет Я думаю Нет И Все Что Необычное Вы Можете Сделать Вы Можете Это Сделать В Рамках Съемки Одного Клипа Небольшого Либо Вы Можете Дополнительно Встраивать Отдельные Какие-то Кадры Необычные Но Раззадоривать Человека На протяжении Трех Часов Делать Ему Необычные Вставки Необычный Монтаж Необычные Склейки И так Далее Во-первых Это будет Сложно Во-вторых Это будет Ненужно Это будет Ненужно Потому Что Я еще раз Вам говорю Человек Смотрит Свадьбу Не для Того Чтобы Нагрузить Себе Мозг Потому Что Рано Или Поздно Через 15 20 30 Минут Вашей Необычной Съемки У него Закипит Закипит Мозг Он 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 Выключит И Скажет Мне Не Нравится Все Поэтому Свадьба Свадебная Тематика Она В сфере Развлечения Относится Выпендриться Что-то Показать Интересное Вы можете В каком-то Отдельном Клипе Без проблем Покажите Все На что Вы Способны Но Все Весь Остальной Видеоряд Весь Остальной Видеоряд Который Вы Собираете В течение Трех Четырех Пяти Часов Он Должен Выглядеть Стандартно Ровно Гладко И Предсказуемо Предсказуемо Опять же Предсказуемо Включает В себя Знание Правил Для людей Которые Не знают Правила Принципы Монтажа Для них Мое Видео Будет Непредсказуемым Предсказуемым Оно будет Только для людей Которые знают Правила Монтажа Для них Будет Все Предсказуемо То есть Если мы Будем Говорить О той же Съемке Концерта Которую Я смотрю И где Режут Прямо В такт И я точно Знаю Что Сейчас будет Переход Сейчас будет Переход Сейчас будет Переход То если Я даю Оценку Относительно Там Знаний Правил Монтажа Склеек И так далее То любой Другой Человек Допустим С улицы Просматривая Этот концерт Он об этом Ничего не скажет Он скажет Здесь все нормально Точно Вот допустим Моя жена Моя жена Она Когда смотрит Как я Делаю Склейки Она говорит Ты Должен Резать Прямо Так Вот как На концерте Есть Музыка Бам Сделала И ты Вот там Должен Порезать Я говорю Я не буду Там Резать Я порежу Пораньше Или попозже Вот я хочу Сделать Я не дам Человеку Зацепиться К моим Склейкам То есть Чтобы он Привык К моим Склейкам Но это Только Происходит На этапе Сборки Клипа То есть Чтобы Не в такт У меня Все Вся Склейка Сходила Я могу В такт Какие-то Кульминационные Моменты Нарезать Да То есть Важные Там Необычные Прямо В такт Я могу Резать Но в общем Весь Видеоряд Я могу Резать По музыке Ну чуть Раньше Или чуть Позже Или не Там Где это Должно Бы Опять Чтобы Не создавать Иллюзию Предсказуемости Моего Видеоряда Да Но это Я буду Делать Только При сборке Клипа Я Этой Ерундой Не страдаю Во время Сборки Свадьбы Во время Сборки Свадьбы Во время Съемки Свадьбы Сделать Что-то Необычное Сверх Экстраординарное И так далее Мы можем Допустим Включить Какую-то Камеру Дополнительную Да Которую Будет Создавать Какой-то Определенный Визуальный Эффект Необычной Съемки Допустим Раньше Я вот Так же Как и Вы видели Ну Как я Только что Говорил Что в Индийском Фильме Один сюжет Небольшой На 3 минуты Полностью Был снят На Лэнсбэби Вот Раньше У меня Было Там В 12 Году 8 Объективов У меня Был Лэнсбэби У меня Был Рыбий Глаз У меня Были Весь Парк Элла Короче Было Все Да 7285 35 24 Все Объективы Были У меня Вот И с помощью Разнообразной Оптики Я получал Соответствующий Эффект То есть Сейчас Допустим На Рыбий Глаз Никто Не снимает Нет Таких Людей Сейчас Которые Снимают На Рыбий Глаз В принципе Не было И тогда Которые Снимали На Рыбий Глаз Но я Покупал Рыбий Глаз Чтобы Создавать Не В принципе В принципе Можно Показывать Встраивать Вот Эту Съемку С Рыбий Глаза Не только В Получается Сам клип Но можно Его встраивать И в Свадьбу Тоже То есть Тут Получается Необычный Объектив Необычная Съемка Сейчас Секунду То есть Получается Необычный Объектив Как я уже Говорил Когда У нас Шла Речь О Различных Объективах Объективах Когда Вы Получаете Когда Вы Себя Ограничиваете Определенным Парком Объективов Допустим Либо Вам дали 24 Миллиметра Сказали Сними Свадьбу Ты же Уже Не можешь Снять Как раньше Правильно Тебе Уже Нужно Подстраиваться Что-то Менять Ракурсы Подходить Ближе Отходить Дальше И так Дали То есть Любой Объектив Он Несет Себе Какие-то Свои Ограничения И Вы Получаете Уже Немножко Другой Результат В Конечном Итоге То есть Вы С помощью Необычной Оптики Нестандартной Оптики Допустим Все снимают На 24,70 А вы Снимаете На 35 Миллиметров Будет Ваше Видео Необычным Будет Потому что У вас Оптика Другая Можно Таким Образом Выделиться Сделать Необычную Съемку Но Опять Необычная Съемка Всегда Связаны Необычные Ощущения И Если Вы Хотите Вашего Заказчика Окунать То в холодную То в горячую Воду Короче Чтобы он был Наполнен Эмоциями То тут То там То тут То там Вы можете Попробовать Это Но Опять Он не выдержит Да Или у него Нервный срыв Будет Или Какие-то Другие Другие Болезни Могут Появиться От просмотра Вашей Необычной Свадьбы Поэтому Друзья Это все Эксперименты В любом Случае Я Я сейчас Как фантазирую На тему Непредсказуемой Съемки Да И Раньше Я помню Да Раньше У меня Я мог Сделать Там Съемку На рыбий глаз Два Три танца Снять Полностью На рыбий глаз Конечно Не лесгинку Там Дискотечное Что-то Да То есть Я снимаю На рыбий глаз Это все Выглядит Как необычно Да И потом Это все Конечно Это смотрится Тоже Необычно Там Какие-то танцы Я мог Снять На лэнсбэби Да Конечно Таких моментов Меньше было Потому что Это были Более Экспериментальные Съемки Да Мне хотелось Просто Поработать На какой-то Новый Объектив Интересный Да Фишай Называется Ребий глаз Мне хотелось Поработать На какие-то Необычные Объективы Да Посмотреть Как это Выглядит Потом В конечном Итоге Какой По-моему Пару свадеб Я на Тилт-шиф Тоже Снял Вот Тоже Есть такие Объективы Необычные Да Опять Это Чтобы Придать Какую-то Изюминку Вашему Видео Но Можно ли Снять На Тилт-шиф Всю свадьбу Вот С этим Размытием Сверху И снизу Будет Это Необычно Наверное Будет Необычно Это Будет Может Это Понравится Людям Опять На Любителя Ну Как Попадется И Это Наверное Больше Понравится Коллекционерам Каким-то Бывает Тем Кто Любит Извраты Какие-то Извращенные Какие-то Съемки Необычные И так Далее И так Далее Но Клиентам Простым Клиентам На которых Мы Работаем Да Все же Для них Важна Правильная И Понятная Хронология И Показ Вашего Видеоряда Чтобы Не было Дополнительной Нагрузки На глаз Чтобы Было Все В фокусе Да Вы можете Размыть План Но Объект Который Вы снимаете Он должен Быть Четко Виден Он должен Быть В фокусе Чтобы Была Разноплановая Съемка Чтобы Не были Какие-то Планы Затянутыми И чтобы Это все Ровно И четко Передавалось Без лишних Дрожаний Движений И так далее И так далее Чтобы это все Было предсказуемо На мой взгляд Свадьба Это предсказуемое Действие Вы можете Нафантазировать Придумать Какой-то сюжет И так далее Сделать что-то Необычное Но все равно Ход свадьбы Он останется Предсказуемым Возможно Где-то Там В других Регионах Свадьбу Пытаются Сделать Необычное То есть Выход Жениха Невесты Необычным Какие-то Концертные Представления Необычные Которые Раньше Они делали На свадьбах Необычные Фокусы Мыльные Пузыри И так далее Что-то такое Они делают Но в конечном итоге Свадьба Сюжет Всегда один Жених С невестой Объединяются Торсты Пожелания Разрезание Торта Медленный танец И танец Жениха Невесты Сюжет Один Вы его Не измените И свадьба Всегда проходит Она вот В таком ключе То есть Сюжет Предсказуемый Кадры Можно сделать Непредсказуемый Но опять Это большой Ресурс Большой ресурс И чтобы делать Непредсказуемые Какие-то кадры Непредсказуемые Съемки Непредсказуемый Монтаж Это нужен Большой ресурс И это Больше связано С очень Хорошей Подготовленностью Человека И ни одного Человека Потому что Допустим У меня Чаще всего Там На съемке Там Больше трех Человек Мы с людьми Сейчас Вы вчера Видели Мы За постановку Общего плана Рубимся С каждым Оператором И просто Выдать Простой Обычный Общий план Иногда бывает Для некоторых Очень сложно Очень сложно Бывает Я вам показал Что человек Ошибается Не в один Какой-то Промежуток За Там Три часа Четыре часа Съемки Он ошибается Очень часто Очень часто То есть Это стандартная Ошибка Непонимания Человека И Прежде чем Перейти К Необычной Съемке И монтажу Нужно Освоить Хотя бы Элементарные Простые Вещи То есть Вы можете Делать Отклонения От принципов Монтажа Только Зная Эти принципы То есть Те же Необычные Кадры Сюжеты В фильмах Они строятся На основе Принципов Монтажа То есть Они делают Намеренно Отклонения От принципа Монтажа Чтобы сюжет Выглядел Необычно То есть Они Отталкиваются От Стандартных Знаний Отталкиваются Чтобы Сделать Что-то Необычное Поэтому Прежде чем Вы Начнете Фантазировать И думать На тему Непредсказуемой Съемки Непредсказуемого Монтажа Вы должны Для себя Полностью Закрыть Тему Правильных Базовых Вещей Базовых Принципов Монтажа Только Когда Вы это Все Устаканите В голове Начнете Снимать Все На автомате Как Оно Надо Как Оно Положено По Хронологии С правильной Расстановкой Планов С правильным Ракурсом С правильным Цветом Балансом Экспонированием Только Когда Вы Это Все Усвоите Вы Можете Делать Небольшие Отклонения От Стандартной Съемки И Чтобы Не сильно Накосячить Эти Изменения Должны Быть Небольшими Допустим Если Мы Стандартный Вариант Съемки Снимаем От Уровня Глаз То Нестандартный Вариант Съемки То есть Мы Стремимся Больше Проходить На кино Поэтому В кино Идет Съемка Чуть Ниже Уровня Глаз То есть Вот Уже Одно Это Изменение Съемка Чуть Ниже Уровня Глаз Придаст Вашему Видео Немножко Другой Формат Необычный Формат Если Вы Допустим Не один А всей Группой Начнете Снимать Все планы Чуть Ниже Уровня Глаз Опуская Камеру Чуть Ниже Уровня Глаз Человека Которого Вы Снимаете Будь То Танцы Тасты Пожелания Там Не важно Что Любой Сюжет Который Вы Снимаете Если Вы Уже Камеру Будете Опускать Чуть Ниже Уровня Глаз Снимающих Снимаем Человека Уже Целиком Ваш Видеоряд Уже Будет Смотреться Необычно Вот Такие Изменения Можно Вносить Постепенно Нужно Делать Это Постепенно Да Вы Можете Возьможет Замкнуть И Какую-то Неординарную Задачу Дадите Всем Операторам Они Просто Не Справятся С этим Только Когда Вы Осознаете Что Такой Правильная Съемка Вы Можете Делать Отклонение От Правильной Съемки Называя Это Необычным Непредсказуемым Кадром Но Когда Вы Ничего Не Понимаете Снимаете Криво Косо Вкось Вбок Это Не Является Непредсказуемой Съемкой Это Является Браком И Все Ну Где-то В эфирах Я уже упоминал Если Ты Допустим Все Четко Ровно Показываешь И Какой-то Танец Снял Вот Так Скажут Что Ты Профессионал Ты Лучше В этом Разбираешься Так И Надо Но Если Ты Всю Свадьбу Снял Вот Так И Один Танец Показал Ровно Как Вот В кино Снимают Тебе Скажут Ты Халтурщик Потому Что Большая Часть Видеоматериала И так далее Вы Должны Включать Постепенно Поэтапно Тот же Рыбий глаз Возьмите Попробуйте Покажите Людям Нравится Необычно Да Необычно Можно Это делать На каждой Свадьбе Пока Это Ну Мы Основываемся На Количество Получаемых Денег Плюс На Личные Какие-то Амбиции Да Я хочу Развиваться Я хочу Там Еще Что-то Кто-то Основывается На Деньги Если Это Деньги Приносит Если Даже Это Халтура И Приносит Деньги Человек Будет Это Продолжать Делать Если Человек Творческий Он Хочет Попробовать Даже Если Это Идет Ему В минус Он Будет Пробовать Это Все Зависит От Самого Человека То есть На Что Он Ориентирован На Получение Дохода На Развитие На Какие-то Другие Моменты Вы Можете Делать Это Ну Как Человек Уже Сам По Себе Непредсказуем Если У него Никаких Ограничений В голове Нет Можно Создавать Какое-то Ну Это Называется Творчество Когда Ты С Воздуха Там Хватаешь Какие-то Кадры Не Где-то У кого-то Она Смотрела А Просто Ну Ты Так Захотел Внезапно Вдруг И Снял Что-то Необычное Это Называется Творчество Так что Можете Попробовать На Тему Необычных Кадров Наверное Все Если У вас Вопрос Есть Задавайте Все Правильно Говоришь Расул Что Опять Это Называются Тренды Сейчас Вот Такой Тренд Допустим Один Из Операторов На Свадьбе Мне Сказал Что Сейчас Тренд Стедикам И Люди Хавают Это Видео Типа Людям Нравится Такое Видео Люди Нигде Не Голосовали За Это Видео Просто Пошел Тренд И Мы Другого Просто Людям Не Предлагаем То Если 90% Операторов Допустим Посадить На Стедикам И Да Они Будут Делать Не Очень Хорошее Видео Вот Но Это Будет Трендом Да И Люди Привыкнут Потому Потому Выбора Нет Потому Что Выбора Нет Вот И Потому Что Нашими Операторами Легко Управлять То Я Хочу Как У Него Я Хочу Как У Него И Начинается Все Хотят Как Вот Девочки Сейчас Все Делают Одинаковые Носы Одинаковые Брови Одинаковые Скулы Все Ходят К Одному Пластическому Хирургу И Все Они Вроде Разных Национальностей В разных Местах Живут Но У всех Носы Одинаковые То же Самое Здесь С Операторами Все Накупили Стедикам И Все Снимают Одно И то же И Все Снимают Плохо Все Правильно Все Правильно Расул Говоришь Нет Никакого Смысла Придавать Движение Тастующему Человеку То есть Камере Которая Снимает Тастующего То есть Если Человек Говорит Он Стоит Ровно Никуда Не Бежит И так Далее То Нет Смысла Там Дополнительную Динамику Показывать Вот Так же Как и Допустим Нет Смысла Показывать Статичный План Когда Идет Динамичная Какая-то Музыка Вот Поэтому Вся Эта Красота Свадебной Съемки Зависит От Того Насколько Мы Правильно Совмещаем Видео И Аудиоряд Вот Я раньше Тоже Рассказывал Когда я клипы Собирал Я мог Под любую Под любую Песню Собрать клип Так Чтобы людям Это понравилось Даже Если им Песня Не нравится Я Видеоряд Раскладывал Ускорял Где-то Замедлял Где-то Там Кульминационные Переходы Делал Я так Собирал Видео На музыку Что Людям Нравилась Музыка То есть Они говорили Как ты Хорошо Подобрал Музыку А я Им Говорил Я не Музыку Хорошо Подобрал Я Видео Хорошо Разложил На Эту Песню Вот и все И Может быть Даже я могу Немного Времени Потратить На Подбор Музыки Но я могу Потратить Чуть больше Времени На Правильные Кадры Под эту Музыку И В конечном Итоге Результат Будет Хорошим Именно Потому что Я правильно Нашел Соответствие Видео И Аудио Каких-то Визуальных Моментов Вот То же Самое На Свадьбе Если Вы Снимаете Спокойную Ровную Сюжетную Линию Допустим Тасты Пожелания Какие-то Медленные Танцы И так Далее Камера Не должна Быстро Перемещаться Там Постоянно Гулять Фокус Там Перемещается То вперед То назад Там Камера Плавает То влево Право То Ну Это Некрасиво Это Некрасиво Это Дополнительная Нагрузка На Человека Смотрящего Есть Динамичные Дискотечные Там Активная Какая-то Музыка Идет Там Вы можете Ускорить Динамику Сделать Съемки Со Стедикама Там Еще Какие Устройства У вас Есть Там Со Слайдера Пожалуйста Делайте Все Необычное С кабелька Вы можете Сделать Съемки С крана Можете Ускорить Тоже необычно Если кран На большой скорости Будет делать Какие-то кадры Можете Сделать Вы должны Действовать В рамках Существующей Музыки На свадьбе Именно музыка Задает Движение Камеры Именно музыка Задает А когда Вы Вопреки Всем музыкальным Произведениям Движетесь Одинаково Это опять Несоответствие То есть Я видел Как Стедикамщик И во время Дискотеки И во время Тастов И во время Каких-то Медленно Он движется С одной Скоростью Это Несоответствие Музыкальному Произведению Несоответствие Потому что Везде сюжет Разный Динамика Разная Съемка Должна быть Разная Вот Надеюсь Вы Хоть что-то Для себя Подчеркнули Непредсказуемые Съемки Я вам Рекомендую Начать С набора Необычных Объективов Вот Ракурсы Конечно Тоже Имеют Значение Но Начните Просто С набора Оптики Которая Нет У других Операторов Вот Я уже Об этом Говорил Если Все снимают На 2470 24105 Купите Там 35 Миллиметров 24105 Оставьте Дома Снимите Все На 35 Вот Вам Необычная Съемка Лично Для вас Она Будет Необычная Потому что Вы Так Никогда Не Снимали Или Купите Там 50 Миллиметров 40 Миллиметров 60 Снимите Все На макро Если Можете 100 Миллиметров Это Будет Необычная Съемка Именно Для Вас Вот С этого Начинайте Своё Движение В сторону Необычных Кадров Если Операторы Часто Попадают В кадр Я Видел Армянские Свадьбы Расул О которых Ты говоришь Где Работают По 5 Человек Они Там Часто Попадают В кадр Наверное Есть Место Этому И Это Не Так Критично Я Так Думаю Что Как Мы Не Снимаем Кино И Нет Какого Принципиального Какого Правила Не Попадать В кадр Да Чаще Всего Если Допустим Вы На Расстоянии Ну Два Оператора На Расстоянии Там Трех Четырех Метров Трех Четырех Метров И Вы Явно Видите Друг Друг Друга То есть Между Вами Там Люди Там И так Далее Никого Нет Вы Явно Видите Друг Друга Явно Явно Снимаете Друг Друг Друга Это Нехорош Тон Да Но Если Между Вами Танцует Какая-то Толпа И Фокус Как бы Выставлен На Именно Этих Людях Они На Оператор Который Стоит Напротив То Возможно В некоторых Случах Это Не Будет Браком Не Будет Браком И Я На Своих Свадьбах Я Очень Редко Снимаю Других Операторов Но Я Своим Оператором Я Даю Знать Чтобы Мы Даже Не Начинаем Съемку Если Мы Находимся На Линии Съемки Друг Друг То Если Я Встал В Какое То Место И Вижу Что Напротив Оператор Я Даже Кнопку Записи Там Не Нажму И То Также И Второй Оператор Он Не Начнет Запись Если Он Меня В Кадре Видит Это С одной С одной Это Хороший Тон Но Бывают Моменты Допустим Когда Большая Танц Площадка Она Заполнена То Если Вы Все Будете С одной Старой Снимать Вы Будете Снимать Только Половину Зала Вот И Допустим Если Вот Такая Колбаса Стоит Танцеварная Да Если Вы Снимайте Все С одной Старой Не Снимайте Друг Друг То Вы Будете Снимать Только Половину Зала Вот Когда Трансплощадка Полная Вы Можете Всем Позволить Пройти На Обратную Сторону Да, вы можете друг друга снять Но в этом случае оператор второй, который будет снимать с обратной стороны Он может попасть в кадр другому оператору Но он будет не так сильно заметен Как вот в случаях съемки с крана Я говорю, что с крана будут все равно все видны Все операторы, они будут видны Поэтому мы должны быть незаметны То есть на нас не должна быть там яркая одежда Мы не должны бегать на съемки Мы должны ровно перемещаться, как перемещаются люди на свадьбе С их скоростью, чтобы быть незаметными для съемки с крана То же самое внизу Если человек, второй оператор в вашем кадре не сильно заметен Вы можете не париться на этот счет Обычно это бывает, когда много людей вы снимаете Но если вы снимаете там тасующих И там всего три человека стоят Обычно центр зала пустой И вы просто в наглую стоите там Один снимает там крупный план А второй снимает общий И намеренно берет второго оператора Это да, это неправильный тон уже Это уже непонимание того, что мы делаем Поэтому в некоторых случаях В некоторых случаях снимать друг друга можно Это не брак, это не кино Мы снимаем не кино Но чаще всего старайтесь То есть Свою съемку я строил очень долго Основываясь на съемках фильмов Какие-то моменты брал Съемках новостей Съемках интервью Интервью с президентами Ракурсы там и так далее И так далее Музыкальное видео Там съемки концерта То есть С каждого вот этого жанра Я брал моменты, которые Мы можем использовать в свадебной съемке И вот именно с Съемки фильмов Я взял момент, что мы не Чаще всего не должны снимать друг друга Чаще всего не должны снимать друг друга Насчет Вредные фотографы Но опять это Вопрос Психологического толка Вредные фотографы Это ваше умение Воздействовать на других людей То есть Вы занимаетесь бизнесом И ваш бизнес То есть Видеосъемка приносит вам доход Да Это бизнес Да Помимо того, что Ваш бизнес Включает в себя Ваше умение Правильно снимать И хорошо монтировать Вы еще что должны делать? Ваш бизнес Зависит от умений Общаться с людьми То есть Умений договариваться Это от ваших знаний маркетолога Сколько вы знаете В плане маркетологии То есть Как себя продавать Какие слова можно говорить клиентам Какие нельзя Но и помимо вот этих знаний Умения продавать себя Вы должны еще что делать? Вы должны уметь общаться С теми, кто в кадре Допустим Вы приходите к невесте Вы же не говорите Эй ты Иди сюда Вот здесь встань Короче Мне пацан сказал Так четко будет Вот тут встань у окна Рот закрой Не разговаривай Вы же так не говорите Правильно? Вы говорите так Чтобы настроение у невесты Оставалось Позитивным Чтобы она выглядела Красиво Непринужденно И так далее И так далее То есть В это же время В это же время Когда вы снимаете жениха И его друзей Вы уже мямлить там И так далее Не будете Потому что мужчина в кадре Он должен выглядеть Немножко Дерзко И вы там слова Уже будут другими Там слова будут другими Так Чуть влево так Не улыбайся Держи там пиджак И так далее Смотри уверенно сюда Там слова будут другими То же самое Но уже другого плана Будет с Допустим Родителями Или с любым Другим гостем На свадьбе Когда вы к ним Там подходите Хотите что-то снять Пожелания И так далее Вы же тоже будете Подбирать Определенный набор слов Да Вы же не будете Говорить Эй ты Да Ты Как русский язык Хорошо знаешь Нет Ну в таком стиле Вы же не будете Подходить человеку И говорить там Скажи пожелания Начинать вот с таких фраз Нет Не будете То есть Ваш бизнес Это в первую очередь И Это вашу копилку Увеличение ваших продаж Это умение правильно Разговаривать с людьми Не с конкретными людьми Со всеми Умение решать проблемы Тоже сюда включается То есть Когда вы на съемке Видите какую-то Конфликтную ситуацию Неважно Она с кем происходит С лично с вами Не с вами С клиентами И так далее Ну Чаще всего Если она с вами происходит Вы Должны уметь Решить конфликт Найти компромисс Там же на месте Сразу И В этом Вы должны пытаться То есть Да Вы Можете Определенный момент Не справиться С эмоциями Со словами И так далее Там Показать себя Какой я крутой Дерзкий И так далее Всех посадил Всех побил Отправил Короче На скорую помощь В больницу Да Это можно сделать Но Опять Вы Как бизнес-модель Это не пройдет К увеличениям продаж Это тоже Не приведет Поэтому Любой вопрос Конфликтный И решение его Это и есть Ваше собственное развитие В плане Вашего бизнеса То есть Все ваши слова Которые происходят На съемке И после Там Решения Каких-то Конфликтных вопросов Проблем И так далее Это и есть Ваш бизнес Поэтому Здесь нужно Умение правильно Разговаривать с людьми Различного Типа Богатые Небогатые Бедные Дерзкие Наглые Вы со всеми Должны найти Язык Просто Это ваша работа Понятно Может быть Вы Человек Такой С прокрастинацией Такой Ненавидите всех Не хотите Ни с кем Нормально разговаривать Может быть Вы такой Но Если вы Занимаетесь Этим бизнесом Хотите развиваться Вы должны Уметь найти Компромисс Со всеми С операторами С женихом Невестой С тетями Дядями С фотографами С другими Операторами Чтобы Ни с кем У вас Конфликтных Ситуаций Не было И В этом плане Вы должны Тоже Развиваться Если Вы Однажды Не решили Эту Проблему Не знали Как Сказать Как Ответить Как Остановить Человека Как Его Взбодрить Как Вдохновить То В следующий Раз Это же Ваша Постоянная Работа И Вы часто Встречаетесь И Некоторые Ситуации Могут Часто Повторяться На вашей Свадьбе На различных Съемках Одна и Та же Ситуация Поэтому В этом Плане Вы Тоже Должны Развиваться Находить Соответствующие Там Фразы Обороты Для Того Чтобы Как Того Здесь Одна Людей Просто Ради Собственного Интереса Вы Можете Пытаться Допустим Какую-то Ситуацию Уладить Беса Рукоприкладства Допустим Вот Уже Конфликт Все Хотят Вас Побить А Вы Должны Сказать Что-то Чтобы Вас Не Побили Не Поднимая Руки У Меня Несколько Таких Ситуаций Бывало Да Люди Приходили Вот Прям Хотели Напрыгнуть На Меня Я Останавливал Все Словами Не Не Такими Не Извини Там И так Дали Просто Словами Достаточно Там На Определенную Волну Человека Посадить Объяснить Рассказать Что На Сам Деле Я Там Хотел Сказал Подумал И так Дали Все Весь Это Конфликт В голове Он Заканчивается Хотя Можно Было Закончить Кулаками Но Это Опять На Каждой Свадьбе Махать Кулаками Рано Рано Или Поздно Вас Побьет Какой Вы Там Профессионал Не Были Рано Или Поздно Вас Побьет И Вам Придется Какое То Время Не Работать Так Как вы Работаете С экспозицией При Динамичном Меняющемся Освещении Настройка Переменного НД Время А если Съемка Одним Оператором Смотрите Обычно Когда идет Дискотека Динамичный Свет Меняется Вы Можете Спокойно Вручную Крутить Колесо ИСО И менять Экспозицию То есть Там и так Свет Мерцает И Ваша Смена Экспозиции Ну Людям Будет Казаться Что там Просто Мерцает Свет И все Так что Здесь Прямо Заморачиваться Над плавным Изменением Света Не стоит Если Допустим Там Стробоскоп Лупит На всю Мощь Вы Прокрутите Там От 100 Исо До 2000 Исо И никто Не заметит Это изменение Потому что Там Стробоскоп Будет Офигачить Поэтому Когда есть Такие Вспышки Плавающий Изменяющийся Меняющийся Свет Да Там Можно Немножко Править Экспозицию Это будет Незаметно Это будет Незаметно Но если Вы имеете Ввиду Изменение Освещения Допустим Яркость Остается Той же Самой Меняется Только Цвет Да Тут Изменение Экспозиции Конечно Будет Заметно Но если Допустим Вы снимаете Вот Обычно Я как Допустим Иногда Делаю Допустим У нас Напольные Фонтаны Есть Жених С невестой Танцуют Включаются Напольные Фонтаны В это Время Большинство Операторов Включает Авто ИСО Авто Экспозицию То есть Загораются Напольные Фонтаны И Экспозиция Начинает Скручиваться То есть ИСО Уменьшается Когда Напольные Фонтаны Как Останавливаются ИСО Медленно Поднимается Но иногда В этом Случае Когда Вы Устанавливаете На авто Когда Напольные Фонтаны Горят Во всю Мощь Экспозиция Получается Закрывается Ну Как бы ИСО Становится Меньше И Жених С невестой Становятся Ну Слишком Темными То есть Автоэкспозиция В этом Случа Может сработать Не точно Поэтому В этом Случае Я вручную Просто С помощью ИСО Могу Подкрутить Вручную То есть Фонтаны Начинают Заграться Я уменьшаю ИСО Фонтаны Начинают Допустим Затухать Я медленно Я медленно Поднимаю ИСО То есть Сейчас На камерах Сони Есть Плавное Изменение ИСО То есть Не такое Ступенчатое Изменение Там где-то В меню Есть галочка Вы можете Сделать И у вас Изменение ИСО Будет Плавным Незаметным Конечно Я не Одобряю Изменение ИСО Во время Какого-то Танца Допустим Если вы Начали Что-то Снимать И Поняли Что там Через 10 секунд Что у вас Экспозиция Темная И если Съемка Будет Длиться Там еще 15 минут Да Вы можете Сделать Правку Чуть Подкрутить Экспозицию Но если Танец Длится 3 минуты И допустим Полторы минуты Вы уже Сняли С небольшой Недоэкспозиции Вы можете Просто Доснимать Этот танец Слегка Темноватым Кадром И Это Правится На монтаже Но Одним Фильтром А уже Следующий Танец Снять С нормальной Экспозиции Вот я Не люблю Когда В течение Танца То подкручивают То ярче То темнее И так далее То есть Если вы Уже Начали Снимать Кадр Желательно Чтобы Там Вот Этой Подкрутки ИСО Не было Ну Вопросы С фотографами И конфликты С фотографами Они бывают Это нормально Но Если подходить К этому Адекватно Да И если Вы хотите Реально Делать Уникальное Какое-то Красивое Видео Или фото То там Нужно Уже Вам нужен Лояльный Вам фотограф Или лояльный К вам Видеограф То есть Который С которым Вы будете В паре Работать Не мешая Друг другу Понимая Что Здесь Он снимает Там на 85 Я могу Подойти Ближе Он снимает Там на 24 Миллиметра Я не могу Подойти Ближе То есть Тут уже Должен быть Человек Либо Вы его Сами будете Рекомендовать Себе На съемку Либо Вы уже На месте И мы Объясните Как вы Работаете И как Сделать так Чтобы вы Друг другу Не мешали И так далее И так далее Но Это все Упирается В вопросы Компетентности И профессионализма Я всегда Говорил Если ты Профессионал Ты никому В кадр Не залезешь Наглядь Не будешь И так далее Какой бы плохой Оператор Не был С другой стороны Я никогда Не мешаю Но если Вдруг я вижу Что человек Реально Неадекватно Что-то делает И мне Под него Подстраиваться Тяжело Я просто Подойду Скажу Скажу Ты же Не против Если Иногда Буду Тебе В кадр Залетать Обычно Они говорят Снимай Как по кайфу Все И я снимаю Это все Вопрос Общения Насколько Вы Можете Правильно И адекватно Объяснить Незнакомому Человеку Чего бы Вы От него Хотели То есть Воздействовать На человека Так Чтобы он Не просто Подумал А чтобы он Сделал Так Как вы Хотите Это уже Методы Воздействия На человека Нейролингвистическое Программирование Если хотите Чтобы все Фотографы Танцевали Под вашу Дудку Вам Надо Учебник Нейролингвистического Программирования Купить Освоить его И начать Применять Насради Все Всем Спасибо Большое За эфир Что-то Мы затянули С эфир Надеюсь Он был Полезен Для многих Всем Спасибо За просмотр Пока